Мы высказываем наши желания, но мы понимаем, что объективные или не объективные сложности есть у Клауса и Петроколи выходить на американский рынок, где очень большая конференция, претентировать свои поединки и не хотят его пускать. У меня складывается впечатление. Не хотят его пускать к этому большому пирогу, который уже давным-давно поделили между собой и промоторы, и каналы телевизионные. Да, в общем, давайте, чтобы закруглиться в этом разговоре. Здесь нужны братья Кличко, но Петер Коль не нужен. Будем так говорить в Штатах. Так или нет? Ну, мы находимся на финишной прямой и посмотрим уже, сможем ли уже прийти к финишу, когда начнутся поединки. Какие поединки, на котором присутствуем мы сегодня. Я вижу уже, зал начинает разогреваться. Виталий, спасибо тебе большое, что ты подсел к нам. Я надеюсь, что мы будем часто видеться вот так вот на каких-то матчах. А надеюсь, что мы сумеем поговорить и во время Володиного боя в Атлантик-Сити. Вот, а с Володей уже на своем тогда. Спасибо еще раз большое. Желаем удачи, потому что это словечко, оно полно смысла, оно же расхожее стало. Good luck, да? Но, в общем, да, удача это сейчас, наверное, самый важный фактор. Это все остальное уже есть. Огромное спасибо. Я желаю всем, мы будем стараться дарить захватывающие поединки всем болельщикам спорта, всем болельщикам бокса. Я надеюсь, что 20-го, 29-го июня многие нас поддержат, чтобы удержать вулаки за победу Володи. И 29-го, 20-го июля я постараюсь показать красивый поединок против Ларри Дональда. Мы будем стараться. Выход Тайсона. Интересно, думает ли он о том, что вот эти шаги приближают его к поворотному пункту в его судьбе. Ну, как вы поняли, этот мега-файт двух супер-боксеров мы имеем возможность смотреть благодаря нашему генеральному спонсору компании Немир. Даже здесь, как я понимаю, служба безопасности, это секьюрити, вмешивается. Встать на пути у Майка Тайсона, это, конечно, опасное занятие. Но я думаю, он вытерпит. Хотя бы для того, чтобы добраться до ринга. Да, такого рева мы давно не слышали. И что кроется за этим всплеском эмоций? Обожание или ненависть, или то и другое в перемешку? Тайсон, это персонаж, который внушает самые сложные чувства тем, кто его знает, кто его хочет видеть. Да, Майка отправили на ту сторону ринга, которая нам не видна пока что. Это будет столкновение самолюбия невероятных размеров. У каждого самолюбия развито невероятно. Именно это столкновение должно высечь ту самую истру. Это столкновение должно определить, кто же лучший боксер последней части прошлого столетия. Скоро этот немножко затянулся, как мы с вами понимаем. И поставить жирную точку в конце этой эпохи. Ladies and gentlemen, and welcome to the Pyramid in Memphis, Tennessee. It is time for our historic night of boxing and our long-awaited, much-anticipated, featured bout of the evening. This bout coming your way is brought to you by Lion Promotions, main events, and Fight Night, Inc. In association with Prize Fight Promotions, as presented by the undisputed King of Beers, Budweiser. Boxing fans, the moment we've all been waiting for is here. It's the Rumble on the River. Ladies and gentlemen in attendance, and boxing fans joining us around the world. The time for talk is over. The time to fight is here. It's the time we've all been waiting for. Время препирательств, время разговоров, время взаимных нападок и угроз закончилось. Fight time! Майк Тайсон, 49 побед за плечами. Introducing to you first the challenger on my right. He is fighting out of the blue corner, featuring the ring, wearing his traditional solid black chucks. And DMA, and scale the blue. He made it at 234 and one-half fouls with a record of 49 wins, three losses, two no contests. He is fighting out of Washington as a place to perform this fight. I think there will be too many сторонs of Mike Tyson. If he knew how many of them will be there in Memphis, he would probably have thought of it. And this time, anyway, champion of the world, introducing the one and only iron, Mike Tyson. He's fighting out of the red corner, very white. King Duncomous beer. Hallelujah! gelradius! Thank you. Speakingventil! Alexander Hamilton! He's fighting! Absolutely! Congratulations! Congratulations! That was a 벽ryin acquired here at 187. Clping schattyle couldительной. innen and Glennon noise in the slips groupe. Все знают, Майку надо выбить Льюиса в начале боя. Льюис с ним разберется в конце боя. Майку надо прорваться на свою дистанцию. Льюис слишком высок. Слишком длинны у него руки. Слишком тяжелые удары. И Льюис это знает. Он не хочет пускать Тайсона. И он хочет попасть в него. Сразу и заранее. Тайсон бросается, опасно бросается, не достает. Он прямолинейен. Он делает именно то, что от него ждет и Льюис, и его тренер Эммануэль Стюарт. И в этом очень большая опасность того, что бой может кончиться рано. 15 камер разглядывают это событие скрупуленнейшим образом с разных углов. И Тайсон снова, снова задевает Льюиса. Публика приходит в восторг, но Льюиса не такие удары терпел. Слишком на излете все это. Слишком нерасчетливо. Слишком не та дистанция у Тайсона, чтобы действительно всерьез попасть и встряхнуть Льюиса. Нет, не такого боя ждали поклонники Тайсона. Все ждали, что это будет расчетливая, умная игра. По этажам, как говорит здесь, чередуя атаки в туловище и в голову, постоянно угрожая. Вместо этого Тайсон идет по прямой, на противника бросается. И вот то, что сейчас сделал и промахнулся Льюис, такая и будет самой большой опасностью для Тайсона, если он все-таки не промахнется. Встречный удар. То, на что нарвался Тайсон в бою с Калифилдом. И Льюис наверняка хорошо усвоил урок того боя. Он знает, как боксировать с Тайсоном. Никто не слышит гонга даже. Петрынка трансляции. Партнеры в Чернигерске, обратив Клычко. Чернигерске. Нам, Человекам. Успокоить пытаются Тайсона в углу. Тайсон здорово умел уклоняться при сближении раньше. Сейчас это искусство напрочь им забыто. Клинч ему не выгоден для Наксу Льюису. Да, Льюис будет вязать. Будет вязать и правильно будет делать. Один раз свяжет, другой раз ударит. Льюис знает свою задачу. Ему главное не подставиться. Тайсон начинает пропускать. Пропускать и этот джеб. И пропускает правый апперкот. Слишком издалека начинает атаку Тайсона. Ее прочитывает Льюис. Подойти ближе Льюис не дает. Эдди делает замечание эдикатным реферием. Льюису задержание. Тайсон даже не пытается как-то варьировать свою скорость. Все делает одинаково. С одинаковой скоростью. Ведь он раньше очень много мог в этом плане. Он мог подобраться. Он сближался решительно, но хитро. Он никогда не подставлялся. Не шел по прямой. Чему учили его теперешние тренеры непонятно. Может быть вся беда в том, что его ничего мы уже нельзя научить. Льюис блестящий. Мы с вами говорили о том, что Льюис боксер. Боксер. Это означает, что это боец, который умеет делать в ринге все. Рационально, четко, вовремя. И то, что надо. Вот, что противостоит Тайсону. Тайсон не достает своим левым прямым, который достаточно редко. выбрасывает. И они требуют, чтобы уж он не бил в голову, а бил в грудь. По крайней мере, так можно зацепиться. Повтор Тайсон нарывается на апперкот. Встречный удар. В этом бою будет главное оружие Льюиса. Льюис намного тяжелее Тайсона. Так что даже когда он отталкивает его, то заметно превосходство в весе. Самое опасное для Тайсона, когда Льюис почувствует себя хозяином на ринге. А он уже близок к этому. И действовать он будет максимально просто. Простота это дальние дистанции, жесткие опережающие удары. Или стоппинги, останавливающие Тайсона. И в тот момент, когда не удастся остановить. Клинч. Льюис видит все, что делает Тайсон. Все, что он задумал. И его задача просто найти момент. Найти момент для встречного удара. А Тайсон же, когда сближается, он уже теряет пространство. Льюис ему дает либо слишком большое пространство для атаки. Слишком далеко заставляет его стоять. Либо слишком близко, где нельзя разогнать удар. Видно, напряжение так велико, особенно для Тайсона сейчас, потому что Льюис освоился, что он устал. Похоже, что он устал. Третий раунд кончается. Тайсон уже снизил обороты. Снизил скорость. Тайсон проводит левый трюк. Неплотно и нечисто. Иначе бы бой закончился. Все это знают. Это даже не встряхнуло Льюиса. Вопрос с опережением. Кто раньше попадет, кто раньше устанет. Некрасиво повел себя Льюис. Задел-то Тайсона уже после гонга. Генеральный спонсор боя мегазвезд мирового бокса компания Немиров. Немиров. Это превосходное качество во всем. Согласен я с подсказками. Правильно. Охотится за головой Тайсон постоянно. Вот это не была результативная атака. На повторе мы это видим хорошо. Тайсон, который всегда действовал комбинациями, сейчас обходится одним ударом. Тайсон, который начинал атаку с туловища с любым боксером. Чем выше он был, тем лучше для Тайсона было. Сейчас только за головой охотится. Почему все это я говорю? Да потому что так жалко, что Тайсон утратил почти все, что сделало его тем самым Тайсоном. Льюис почувствовал. Почувствовал усталость Тайсона, почувствовал его растерянность. Субтитры подогнал «Симон» Кросс, классический кросс правой через руку, Льюис Четвертый раунд, Тайсон утерял уже скорость полностью Все еще может быть, может открыться и второе дыхание, кто знает Вот то, что делал сейчас Тайсон, конечно, жалко, что так размашисто Это сокрушительный удар правый на правый, Тайсон промахнулся Да, порох кончился, кончился порох Генеральный техничный партнер трансляции компании «Укртелеком» та «Утел» Разом в 21-му столетии Что там произошло, непонятно Ну да Эммануэль Стюарт взбешен, просто взбешен Сколько можно толкать, наваливаться и нарушать правила, говорит он Леноксу Льюису Правда, терминологию я уж не стану вам переводить Давайте посмотрим, что тут Вот, смотрите, что он сделал Все думали, что это нокдаун какой-то Нет Вот он снимает очко с Льюисом Снова и снова Тайсон пытается достать Леноксу Льюиса левой на скачке Он видит, что тот держит опущенную правую руку Но у Льюиса просто автоматически наработана вот эта защита блоком Как только Тайсон сближается, он сразу ставит перчатку к уху К подбородку Пока он далеко от него, он может не брежничать Он знает, что Тайсон не способен достать Пятый раунд, Тайсон устал Вот он справедливо делает замечание Хотя многие могут воспринять это как придирку Но держит одной рукой и бьет другой Ленокс Льюис Да На месте, на месте делает Тайсон уклоны Это ему ничего не дает Нужен шаг вперед с уклоном И как раз происходит то, что предрекали все так называемые аналитики, эксперты Бой переходят в поздние раунды Именно тогда, когда Тайсон устанет, а Льюис почувствует себя хозяином Как будто кто-то этот сценарий расписал заранее, заставил их выучить роли Прекратить это все мог бы только Майк Тайсон Но он не готов к этому Ноги не идут у Тайсона Очень тяжело ему двигаться, особенно вперед Кроменчатка Ответ для нас У mucha dead manya Уродить Он тебя будет являться Я paraphr giant Он секрет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он никак не может выполнить то, что ему советуют То, что от него требуют в углу Здесь нужны удары, удары и удары Они должны лететь Не должно быть больших пауз А между прочим, еще когда я видел бой Тайсона в Копенгагене Я так и подумал, что Судя по тому, как развивались события Тайсон в четвертом раунде был не похож на Тайсона даже во втором Не то что в первом Он просто снижал обороты Он делал все меньше То, что происходит на ринге для Тайсона унизительно Просто унизительно Льюис его просто деклассирует Как говорят тут Среди боксеров Лишает класса Тайсон еще может попасть? Может Но то, что он бой проигрывает тактически Это сто процентов Это видно каждому Нет ни сил Ни скорости Противостоять этим назойливым джебом Ленокса Льюиса 50% ударов Льюиса идут в цель Точно в цель Атаки Тайсона Снижаются и по интенсивности И по количеству С каждым раундом От раунда к раунду Жестокий удар сейчас Тайсон пропустил Чтобы Тайсону немножко легче все делать Не быть таким заряженным на мощный удар Ему нужно быстрее действовать ногами может быть Чем руками Тогда руки сами полетят Ему нужно сближение Даже не продумываясь ли продолжение атаки Ему нужно суметь сблизиться Раз, два С Льюисом таким образом Чтобы он просто промахнулся Пустил его к себе И тогда можно действовать уже спокойно Тайсон статично Держится На нужной Льюису дистанции ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Первый удар в туловище По-моему за весь бой У Тайсина Хотя он может сблокировать Опасную правую руку Льюиса Вот этими ударами Левую снизу Ни разу не попытался сделать ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Тайсон к этому бою не готов Что угодно говорите Я абсолютно убежден Он не готов физически прежде всего Он устал Он выложился Раз за разом Он пропускает удары справа Знаю, что Льюис Бьет справа Как из пушки И они должны были готовы Все что угодно пропускал Тайсон Но не такой размашистый Правый круг Он его не видел ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Отпусти руки Пусть они летят Больше Больше надо делать Больше Где уклоны Где смещение Что ж ты стоишь под огнем Вот примерно В общем Такой анализ В углу получает Тайсон Ну а что собственно Тут и так все ясно Неужели Тайсон сам этого не видит Не понимает Проблема в том Что с Тайсоном Наверное Очень трудно работать Я так думаю Я говорю о его тренера По части Самодисциплины Или дисциплины Там вообще Эти понятия Неизвестны Насколько Я слышал В этом вся проблема Что ждет Тайсон сейчас Он словно Прилип к полу Он не делает Ни одного шага Ни в сторону Ни вперед Ни назад Тайсон Забывает Элементарные уроки То что он делает Сейчас Он обязан был делать В начале боя Он обмок Давно уже Отучить Ленокса Льюиса От этой привычки Бить Повторные джебы Порядки Майк Давай пошел Вперед Нет уже Некуда идти Майк может не достоять В восьмом раунде Льюис бьет на выбор Бьет просто на выбор Он уже не опасается Ни встречных атак Ни ответных Спокойно Бой закончен И закончилась эпоха Закончилась эпоха Закончилась эпоха Тайсона Вот сейчас После этого удара Расстратился Исчез Растворился Магнетизм Тайсона И все-таки Никогда Эту эпоху Не назовут Эпохой Льюиса Никогда На заре бокса Маленький Хороший Боец Всегда Проиграет Большому Хорошему Бойцу Вы все видите сами Это был уже не бокс Это был расстрел Снова и снова Эти моменты будут крутиться На экранах Много недель Поверьте мне Потому что это не просто Очередной бой И очередной нокаут Очередное разочарование Для многих американцев И ликование для бритов Нет Это конец Исторического отрезка Согрошусь с вами Владимир Снова я Юрий Нестеренко Проключаюсь Из Вашингтона Со спутникового центра Где команда НПО Поверхность Осуществляла Передачу сигнала Из Мемфиса Сюда В Киев Напомню Что вечером Вас ожидает Еще более Полная Трансляция Совершенно Другие материалы Которые не вошли В эту трансляцию Думаю Что Вы довольны Или недовольны Тем Как закончился Этот поединок Ну а я Юрий Нестеренко Прощаюсь С Вами До вечера Ленокс Луис Победа Нокаутом Абсолютный Чемпион Ленокс Луис Ну что друзья Вот и закончился Этот вечер И закончилась Как я уже говорил Целая эпоха Надеюсь Вам понравилось То что Вы видели Я желаю Вам всего доброго До новых встреч Немиров Абсолютный Чемпион Потому что Что это Америка Мы высказываем Наши желания Мы понимаем Что Объективные Или необъективные Сложности Есть У Кулауса Петра Коля Выходить На американский рынок Где очень большая Конкуренция Презентировать Свои поединки И Не хотят Выпускать У меня Складывается Впечатление Не хотят Выпускать К этому Большому Пирогу Который Уже давным-давно Поделили между собой И промоторы И каналы Телевизионные Да В общем Давайте Чтобы закруглиться В этом разговоре Здесь Нужны Братья Кличко Но Питер Коль Не нужен Будем так Говорить В Штатах Так или нет Ну Мы находимся На финишной Прямой И посмотрим Сможем ли Уже Пройти к финишу Когда Начнутся Поединки Какие поединки На котором Присутствуем Мы сегодня Я вижу Уже Зал Начинает разогреваться Да Виталь Спасибо тебе большое Что ты подсел К нам Я надеюсь Что мы будем Часто видеться Вот так вот На хоккейском матче А надеюсь Что мы Сумеем поговорить И во время Володиного боя В Атлантик Сити Вот А с Володей Уже на своем Тогда Спасибо Еще раз большое Желаем Удачи Потому что Вот это словечко Оно полно Смысла Оно же расхоже Стало Гудлак Да Но в общем Да Удача Это сейчас Наверное Самый важный Фактор Это все Остальное Уже есть Огромное Спасибо Я Желаю Всем Мы будем Стараться Дарить Захватывающие Поединки Всем болельщикам Спорта Всем болельщикам Бокса Я надеюсь Что 20 29 Июня Многие Нас поддержат Чтобы убежать Бываки За победу Володи И 29 20 июля Я постараюсь Показать Красивый Поединок Против Ларри Дональда Мы будем Стараться Выход Тайсона Интересно Думает ли он О том Что Вот эти шаги Приближают Его к поворотному Пункту В его судьбе Ну как вы поняли Этот мега файт Двух Супер Боксеров Мы имеем Возможность Смотреть Благодаря Нашему Генеральному Спонсору Компании Немира Даже здесь Как я понимаю Служба безопасности Это Секьюрити Вмешивается Стать На пути У Майка Тайсона Это Это Конечно Опасное Занятие Но я думаю Он вытерпит Хотя бы Для того Чтобы добраться До ринга Да Такого рева Мы давно Не слышали И что Кроется За этим Всплеском Эмоций Обожание Или ненависть Или то и другое Вперемешку Тайсон Это Персонаж Который Внушает Самые Сложные Чувства Тем Кто его знает Кто его хочет Видеть да майка отправили на ту сторону ринга которая нам не видна пока что сербой не бой 100 лет это будет столкновение самолюбие невероятных размеров у каждого самолюбия развита невероятно именно это столкновение должно высечь и самую искру это столкновение должно определить тоже лучший боксер последней части прошлого столетия пор этот немножко закинулся как мы с вами понимаем и поставить жирную точку конце этой эпохи пирамид в ментус тенн это время для нашей истории Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я считаю, что там будет слишком много сторонников у Майка Тайсона Если бы он знал, сколько их будет у него тут в Мемфисе, он бы, наверное, передумал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И Льюис это знает Очень большая опасность того, что бой может кончиться рано 15 камер разглядывают это событие скрупулезнейшим образом с разных углов И Тайсон снова, снова задевает Льюиса Публика приходит в восторг, но Льюиса не такие удары терпел Слишком на излете все это слишком нерасчетливо, слишком не та дистанция у Тайсона, чтобы действительно всерьез попасть и встряхнуть Льюиса Нет, не такого боя ждали поклонники Тайсона Все ждали, что это будет расчетливая, умная игра По этажам, как говорит, здесь чередуя атаки в туловище и в голову, постоянно угрожая Вместо этого Тайсон идет по прямой, на противника бросается И вот то, что сейчас сделал и промахнулся Льюис Это и будет самой большой опасностью для Тайсона, если он все-таки не промахнется Встречный удар То, на что нарвался Тайсон в бою с Калифилдом И Льюис наверняка хорошо усвоил урок того боя Он знает, как боксировать с Тайсоном Никто не слышит гонга даже Поддержка трансляции партнеров Чернигирске и братьев Кличко Чернигирске, нам, человекам Чернигирске и братьев Кличко Успокоить пытаются Тайсона в углу Тайсон здорово умел уклоняться при сближении раньше Сейчас это искусство напрочь им забыто Клинч ему не выгоден для Наксу Льюису Да, Льюис будет вязать Будет вязать и правильно будет делать Один раз свяжет, другой раз ударит Льюис знает свою задачу, ему главное не подставиться Тайсон начинает пропускать Пропускать и этот джеб И пропускает правый апперкот Слишком издалека начинает атаку Тайсона Ее прочитывает Льюис Подойти ближе Льюис не дает Эдди делает замечание Эдди Картман рефери Льюису задержание Тайсон даже не пытается как-то варьировать Свою скорость, все делает одинаково С одинаковой скорость Ведь он раньше очень много мог В этом плане Он мог подобраться Он сближался решительно, но хитро Он никогда не подставлялся, не шел по прямой Чему учили его теперешние тренеры непонятно Может быть вся беда в том, что его ничего мы уже нельзя научить Льюис блестящий Мы с вами говорили о том, что Льюис боксер Боксер Это означает, что это боец, который умеет делать в ринге все Рационально, четко, вовремя И то, что надо Вот что противостоит Тайсоне Тайсон не достает своим левым прямым Которым достаточно редко выбрасывает И они требуют, чтобы уж он не бил в голову, а бил в грудь По крайней мере так можно зацепиться Повтор Тайсон нарывается на апперкот Встречный удар Это в этом бою будет главное оружие Льюиса Льюис намного тяжелее Тайсон Так что даже когда он отталкивает его То заметно превосходство в весе Самое опасное для Тайсона Это когда Льюис почувствует себя хозяином на ринге А он уже близок к этому И действовать он будет максимально просто Простота это дальние дистанции, жесткие опережающие удары Или стоппинги, останавливающие Тайсона И в тот момент, когда не удастся остановить Клинч Льюис видит все, что делает Тайсон Все, что он задумал И его задача просто найти момент Найти момент для встречного удара А Тайсон же, когда сближается Он уже теряет пространство Льюис ему дает либо слишком большое пространство Для атаки Слишком далеко заставляет его стоять Либо слишком близко, где нельзя разогнать удар Видно напряжение так велико Особенно для Тайсона сейчас Потому что Льюис освоился Что он устал Похоже, что он устал Третий раунд Кончается Тайсон уже снизил обороты Снизил скорость Тайсон проводит левый круг Не плотно и не чисто Иначе бы бой закончился Все это знают Это даже не встряхнуло Льюиса Вопрос опережения Кто раньше попадет Кто раньше устанет Некрасиво повел себя Льюис Задел таки Тайсона уже после гонга Генеральный спонсор боя Мегазвезд мирового бокса Компания Немиров Немиров Это превосходное качество во всем Согласен я с подсказками Правильно Охотится за головой Тайсон постоянно Вот это не была результативная атака На повторе мы это видим хорошо Тайсон, который всегда действовал Комбинациями сейчас обходится Одним ударом Тайсон, который начинал атаку с туловища С любым боксером Чем выше он был Тем лучше для Тайсона было Сейчас Только за головой охотится Почему все это я говорю? Да потому что Как жалко, что Тайсон Утратил почти все Что сделало его тем самым Тайсоном Льюис почувствовал Почувствовал усталость Тайсона Почувствовал его растерянность Тайсон Почувствовал его растерянность Кросс Классический кросс Правой через руку Льюис Четвертый раунд Тайсон утерял уже скорость Полностью Все еще может быть Может открыться и второе дыхание Кто знает Вот то, что делал сейчас Тайсон Конечно Жалко Что так размашисто Это сокрушительный удар Правый на правый Тайсон промахнулся Да Порох кончился Кончился порох Генеральный технический партнер Трансляции Компании Укртелеком Таутел Разом У 21-му столетии Что там произошло Непонятно Ну да Эммануэль Стюарт Взбешен Просто взбешен Сколько можно Толкать Наваливаться И нарушать правила Говорит он Леноксу Льюису Правда Терминологию я уж не стану вам переводить Давайте посмотрим Что тут Вот смотрите Что он сделал Все думали Что это Нокдаун какой-то Нет Вот он Снимает очко С Льюисом Снова и снова Тайсон пытается достать Ленокса Льюиса Левой на скачке Он видит Что тот держит Опущенную правую руку Но У Льюиса Просто автоматически Наработана Вот эта Защита Блоком Как только Тайсон Сближается Он сразу Ставит Перчатку К уху Подбородку Пока он далеко от него Он может не брежничать Он знает Что Тайсон Не способен достать Пятый раунд Тайсон Устал Вот он справедливо Делает замечание Хотя многие Могут воспринять Это как Придирку Но держит Одной рукой И бьет Другой Ленокс Льюис Да На месте На месте Делает Тайсон Уклоны Это ему ничего Не дает Нужен шаг Вперед С уклоном И как раз Происходит То Что предрекали Все Так называемые Аналитики Эксперты Бой Переходит В поздние Раунды Именно тогда Когда Тайсон Устанет А Льюис Почувствует Себя хозяином Как будто Кто-то Этот сценарий Расписал Заранее Заставил И заставил И выучить Роли Прекратить Это все Мог бы Только Майк Тайсон Но он Не готов К этому Ноги не идут У Тайсона Очень тяжело Ему двигаться Особенно Вперед Майк Тайсона Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он никак не может выполнить то, что ему советуют То, что от него требуют в углу Здесь нужны удары... Мы высказываем наши желания Мы понимаем, что объективные или не объективные сложности Есть у Клауса и Петроколи выходить на американский рынок Где очень большая конференция Презентировать свои поединки И не хотят его пускать У меня складывается впечатление Не хотят его пускать к этому большому пирогу Который уже давным-давно поделили между собой и промоторы, и каналы телевизионные Да, в общем, давайте, чтобы закруглиться в этом разговоре Здесь нужны братья Кличко, но Питер Холь не нужен Будем так говорить в Штатах? Так или нет? Ну, мы находимся на финишной прямой И посмотрим уже Сможем ли уже прийти к финишу, когда начнутся поединки Какие поединки, на котором присутствуем мы сегодня Я вижу уже Зал начинает разогреваться Да Виталь, спасибо тебе большое, что ты подсел к нам Я надеюсь, что мы будем часто видеться вот так вот на хоккейском матче А надеюсь, что мы сумеем поговорить и во время Володиного боя в Атлантик-Сити Вот, а с Володей уже на твоем тогда Спасибо еще раз большое Желаем удачи Потому что вот это словечко, оно полно смысла Оно же расхожее стало Но, в общем, да Удача это сейчас, наверное, самый важный фактор Потому что все остальное уже есть Огромное спасибо Я желаю всем Мы будем стараться дарить захватывающие поединки Всем болельщикам спорта Всем болельщикам бокса Я надеюсь, что 20-го 29-го июня Многие нас поддержат, чтобы убежать в Улаки за победу Володи И 29-го 20-го июля Я постараюсь показать красивый поединок против Ларри Дональда Мы будем стараться Выход Тайсона Интересно, думает ли он о том, что Вот эти шаги Приближают его к поворотному пункту в его судьбе Ну, как вы поняли, этот мегафайт двух супербоксеров Мы имеем возможность смотреть благодаря нашему генеральному спонсору Компании Немира Даже здесь, как я понимаю Служба безопасности Это секьюрити вмешивается Стать на пути у Майка Тайсона Это, конечно, опасное занятие Но я думаю, он вытерпит Хотя бы для того, чтобы добраться до ринга Да, такого рева мы давно не слышали И что кроется за этим всплеском эмоций Обожание или ненависть Или то и другое в перемешку Тайсон Это персонаж, который внушает самые сложные чувства Тем, кто его знает Кто его хочет видеть Субтитры создавал DimaTorzok Да, Майка отправили на ту сторону ринга Которая нам не видна пока что Это будет столкновение самолюбия Невероятных размеров У каждого самолюбия Развит они вероятно Именно это столкновение должно высечь Ту самую искру Это столкновение должно определить Тоже лучший боксер Последней части прошлого столетия Спор этот немножко затянулся, как мы с вами понимаем И поставит жирную точку в конце этой эпохи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА It is time for our historic night of boxing And our long-awaited, much-anticipated, featured bout of the evening This bout coming your way is brought to you by Lion Promotions, Main Events, and Fight Night, Inc. In association with Prize Fight Promotions As presented by the undisputed King of Beers, Budweiser Boxing fans, the moment we've all been waiting for is here It's the Rumble on the River Ladies and gentlemen in attendance And boxing fans joining us around the world The time for talk is over The time to fight is here It's the time we've all been waiting for Время препарательств, время разговоров Время взаимных нападок и угроз Закончилось Fight time! Майк Тайсон, 49 побед За плечами Когда-то Ленокс Льюис отказался от Вашингтона Как место проведения этого боя Считаю, что там будет слишком много сторонников у Майка Тайсона Если бы он знал, сколько их будет у него тут в Мемфисе Он бы, наверное, передумал Для всех-мемы-мюэй champion of the world Все знают, майку надо выбить Льюиса в начале боя. Льюис с ним разберется в конце боя. Майку надо прорваться на свою дистанцию. Льюис слишком высок, слишком длинны у него руки, слишком тяжелые удары. И Льюис это знает. Он не хочет пускать Тайсона, и он хочет попасть в него сразу и заранее. Тайсон бросается, опасно бросается, не достает. Он прямолинейен. Он делает именно то, что от него ждет и Льюис, и его тренер Эммануэль Стюарт. И в этом очень большая опасность того, что бой может кончиться рано. 15 камер разглядывают это событие скрупулезнейшим образом, с разных углов. И Тайсон снова, снова задевает Льюиса. Публика приходит в восторг, но Льюиса не такие удары терпел. Слишком на излете все это, слишком нерасчетливо, слишком не та дистанция у Тайсона, чтобы действительно всерьез попасть и встряхнуть Льюиса. Нет, не такого боя ждали поклонники Тайсона. Все ждали, что это будет расчетливая, умная игра. По этажам, как говорит, здесь чередуя атаки в туловище и в голову, постоянно угрожая. Вместо этого Тайсон идет по прямой, на противника бросается. И вот то, что сейчас сделал и промахнулся Льюис, это и будет самой большой опасностью для Тайсона. Тайсон, конечно, жалко, что так размашисто. Это сокрушительный удар, правый на правый, Тайсон промахнулся. Да, порох кончился, кончился порох. Генеральный техничный партнер трансляции компании «Укртелеком» та «Утел» разом в 21-му столетии. Что там произошло, непонятно. Ну да. Эммануэль Стюарт взбешен, просто взбешен. Сколько можно толкать, наваливаться и нарушать правила, говорит он Леноксу-Льюису. Правда, терминологию я уж не стану вам переводить. Давайте посмотрим, что тут. Вот, смотрите, что он сделал. Все думали, что это нокдаун какой-то. Нет. Вот он снимает очко с Льюиса. Снова и снова. Тайсон пытается достать Ленокса Льюиса левой на скачке. Он видит, что тот держит опущенную правую руку. Но у Льюиса просто автоматически наработана вот эта защита блоком. Как только Тайсон сближается, он сразу ставит перчатку к уху. К подбородку. Пока он далеко от него, он может не брежничать. Он знает, что Тайсон не способен достать. Пятый раунд. Тайсон устал. Вот он справедливо делает замечание. Хотя многие могут воспринять это как придирку. Но держит одной рукой и бьет другой Ленокс Льюис. На месте делает Тайсон уклоны. Это ему ничего не дает. Нужен шаг вперед с уклона. И как раз происходит то, что предрекали все так называемые аналитики, эксперты. Бой переходит в поздние раунды. Именно тогда, когда Тайсон устанет, а Льюис почувствует себя хозяином. Как будто кто-то этот сценарий расписал заранее, заставил их выучить роли. Прекратить это все мог бы только Майк Тайсон. Но он не готов к этому. Ноги не идут у Тайсона. Очень тяжело ему двигаться, особенно вперед. Читая ежедневная жизнь Washington. КОРОН Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он никак не может выполнить то, что ему советуют То, что от него требуют в углу Здесь нужны удары, удары и удары Они должны лететь Не должно быть больших пауз А между прочим, еще когда я видел бой Тайсона в Копенгагене, я так и подумал Что судя по тому, как развивались события Тайсон в четвертом раунде был не похож на Тайсона даже во втором, не то что в первом Он просто снижал обороты, он делал все меньше То, что происходит на ринге для Тайсона унизительно, просто унизительно Льюис его просто деклассирует, как говорят тут Среди боксеров Лишает класса Тайсон еще может попасть? Может Но то, что он бой проигрывает тактически, это 100% Это видно каждому Нет ни сил Ни скорости противостоять этим назойливым джебам Ленекса Льюиса 50% ударов Льюиса идут в цель, точно в цель Атаки Тайсона снижаются и по интенсивности, и по количеству С каждым раундом, от раунда к раунду Жестокий удар сейчас Тайсон пропустил Чтобы Тайсону немножко легче все делать Не быть таким заряженным на мощный удар Ему нужно быстрее действовать ногами, может быть, чем руками Тогда руки сами полетят Ему нужно сближение, даже не продумываясь ли продолжение атаки Ему нужно суметь сблизиться раз-два С Льюисом таким образом, чтобы он просто промахнулся, пустил его к себе И тогда можно действовать уже спокойно Тайсон статично держится на нужной Льюису дистанции ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Первый удар в туловище, по-моему, за весь бой Хотя он может сблокировать опасную правую руку Льюиса Вот этими ударами левой снизу Ни разу не попытался сделать ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОЕ К этому бою не готов Что угодно говорите, я абсолютно убежден Он не готов физически прежде всего Он устал, он выложился Раз за разом он пропускает удары справа Туторинга Да, такого рёва мы давно не слышали И что кроется за этим всплеском эмоций Обожание или ненависть, или то и другое в перемешку Тайсон это персонаж, который внушает самые сложные чувства Тем, кто его знает Кто его хочет видеть Субтитры создавал DimaTorzok Да, майка отправили на ту сторону ринга Которая нам не видна пока что Это будет столкновение самолюбия Невероятных размеров У каждого самолюбия Развит они вероятно Именно это столкновение должно высечь Ту самую искру Это столкновение должно определить Тоже лучший боксер Последней части Прошлого столетия Скоро тут немножко затянулся Как мы с вами понимаем И поставит жирную точку В конце этой эпохи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА It is time for our historic night of boxing And a long-awaited, much-anticipated, Featured bout of the evening This bout coming your way Is brought to you by Lion Promotions Main Events and Fight Night, Inc. In association with Prize Fight Promotions As presented by the undisputed King of Beers, Budweiser Boxing fans, the moment we've all been waiting for Is here It's the Rumble on the River Ladies and gentlemen in attendance And boxing fans joining us around the world The time for talk is over The time to fight is here It's the time we've all been waiting for Время препирательств, время разговоров Время взаимных нападок и угроз Закончилось Fight Time Mike Tyson, 49 побед За плечами Introducing to you first the challenger On my right He is hiding out of the blue corner Featuring the ring wearing as traditional Solid black chunks And daily And scale And blue He's waiting at 234 And one half out With a record of 49 wins Three losses Two no contests Когда-то Ленокс Льюис отказался От Вашингтона Как место проведения Этого боя Считаю, что там будет Слишком много сторонников У Майка Тайсона Если бы он знал, сколько их будет у него тут в Мемфисе Он бы, наверное, передумал And the first time Hemingway champion of the world Introducing The one and only Iron Аt tomar Гринзий made Он 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 mortис outs Вежо Рис Его Гринзий Д examining Все знают, майку надо выбить Льюиса в начале боя. Льюис с ним разберется в конце боя. Майку надо прорваться на свою дистанцию. Льюис слишком высок, слишком длинны у него руки, слишком тяжелые удары. И Льюис это знает. Он не хочет пускать Тайсона. И он хочет попасть в него сразу и заранее. Тайсон бросается, опасно бросается, не достает. Он прямолинеен, он делает именно то, что от него ждет и Льюис, и его тренер Эммануэль Стюарт. И в этом очень большая опасность того, что бой может кончиться рано. 15 камер разглядывают это событие скрупуленнейшим образом, с разных углов. И Тайсон снова, снова задевает Льюиса. Публика приходит в восторг, но Льюиса не такие удары терпел. Слишком на излете все это, слишком нерасчетливо, слишком не та дистанция у Тайсона, чтобы действительно всерьез попасть и встряхнуть Льюиса. Нет, не такого боя ждали поклонники Тайсона. Все ждали, что это будет расчетливая, умная игра. По этажам, как говорит здесь, чередуя атаки в туловище и в голову, постоянно угрожая. Вместо этого Тайсон идет по прямой, на противника бросается. И вот то, что сейчас сделал и промахнулся Льюис, такая и будет самая большая опасность для Тайсона, если он все-таки не промахнется. Встречный удар. То, на что нарвался Тайсон в бою с Халифилдом. И Льюис наверняка хорошо усвоил урок того боя. Он знает, как боксировать с Тайсоном. Никто не слышит бонга даже. Петрынка трансляции. Партнери в Чернигевске. Та братив Клычко. Чернигевске. Нам, чоловикам. Чернигевск. Чернигева. Черниг. Molly. Джанyle. Успокоить пытаются Тайсона в углу. Тайсон здорово умел уклоняться при сближении раньше. Сейчас это искусство напрочь им забыто. Клинч ему не выгоден для Наксу Льюису. Да, Льюис будет вязать. Будет вязать и правильно будет делать. Один раз свяжет, другой раз ударит. Льюис знает свою задачу, ему главное не подставиться. Тайсон начинает пропускать и этот джеб и пропускает правый апперкот. Слишком издалека начинает атаку Тайсона. Ее прочитывает Льюис. Подойти ближе Льюис не дает. Эдди делает замечание Эдикату на рефере. Льюису задержание. Тайсон даже не пытается как-то варьировать свою скорость. Все делает одинаково, с одинаковой скоростью. Ведь он раньше очень много мог в этом плане. Он мог подобраться. Он сближался, зная, что Льюис бьет справа, как из пушки. И они должны были готовы к этому быть. Все, что угодно пропускал Тайсон, но не такой размашистый правый круг. Он его не видел. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Отпусти руки. Пусть они летят. Больше, больше надо делать. Больше. Где уклоны, где смещение. Что ж ты стоишь под огнем. Вот примерно. В общем, такой анализ в углу получает Тайсон. Ну а что, собственно... Тут и так все ясно. Неужели Тайсон сам этого не видит? Не понимает. Проблема в том, что с Тайсоном, наверное, очень трудно работать. Я так думаю. Я говорю о его тренерах. По части самодисциплины или дисциплины, там вообще эти понятия неизвестны, насколько я слышал. В этом вся проблема. Что ждет Тайсон сейчас? Он словно прилип к полу. Он не делает ни одного шага. Ни в сторону. Ни вперед. Ни назад. Тайсон забывает элементарные уроки. То, что он делает сейчас, он обязан был делать в начале боя. Он обмок. Давно уже отучить Ленокса Льюиса от этой привычки бить повторные джебы. Парадки, Майк? Давай пошел. Вперед. Нет уже, некуда идти. Майк может не достоять в восьмом раунде. Льюис бьет на выбор. Бьет просто на выбор. Он уже не опасается ни встречных атак, ни ответных. Бой закончен. И закончилась эпоха. Закончилась эпоха Тайсона. Вот сейчас, после этого удара, растратился, исчез, растворился магнетизм Тайсона. И все-таки, никогда эту эпоху не назовут эпохой Льюиса. Никогда. Ленокс Льюис не был, не является и не будет таким магнитом, как Тайсон. Когда-нибудь, разбирая этот бой, аналитики скажут, что боксер побил с лагера. Но есть еще старая поговорка. Старая поговорка, которая появилась на заре бокса. Маленький хороший боец всегда проиграет большому хорошему бойцу. Вы все видите сами. Это был уже не бокс, это был расстрел. Снова и снова эти моменты будут крутиться на экранах много недель, поверьте мне. Потому что это не просто очередной бой, и очередной нокаут, очередное разочарование для многих американцев, и ликование для бритов. Нет. Это конец исторического отрезка. Согрошусь с вами, Владимир. Снова я, Юрий Нестеренко, подключаюсь из Вашингтона, со спутникового центра, где команда НПО-поверхность осуществляла передачу сигнала из Мемфиса сюда, в Киев. Напомню, что вечером вас ожидают еще более полная трансляция, совершенно другие материалы, которые не вошли в эту трансляцию. Думаю, что вы довольны или недовольны тем, как закончился этот поединок. Ну, а я, Юрий Нестеренко, прощаюсь с вами. До вечера. Ленокс Луис. Победа нокаутом. Абсолютный чемпион Ленокс Луис. Ленокс Луис. Ну что, друзья, вот и закончился этот вечер, и закончилась, как я уже говорил, целая эпоха. Надеюсь, вам понравилось то, что вы видели. Я желаю вам всего доброго. До новых встреч. Немиров. Абсолютный чемпион. Потому что что-то из Америки мы высказываем наши желания. Но мы понимаем, что объективные или не объективные сложности есть у Клаусова Петроколи выходить на американский рынок, где очень большая конференция, претентировать свои поединки. И не хотят его пускать. У меня складывается впечатление. Не хотят его пускать к этому большому пирогу, который уже давным-давно поделили между собой и промоторы, и каналы телевизионные. В общем, давайте, чтобы закруглиться в этом разговоре. Здесь нужны братья Кличко, но Петер Коль не нужен. Боим так говорить? В Штатах. Так или нет? Ну, мы находимся на финишной прямой и посмотрим уже, сможем ли уже прийти к финишу, когда начнутся поединки. Какие поединки, на котором присутствуем мы сегодня, я вижу уже зал начинает разогреваться. Да. Виталь, спасибо тебе большое, что ты подсел к нам. Я надеюсь, что мы будем часто видеться вот так вот на каких-то матчах. А надеюсь, что мы сумеем поговорить и во время Володиного боя в Атлантик-Сити. Вот. А с Володей уже на твоем тогда. Спасибо еще раз большое. Желаем удачи, потому что вот это словечко, оно полно смысла, оно же расхожее стало. Good luck, да? Но, в общем, да, удача это сейчас, наверное, самый важный фактор. Это все остальное уже есть. Огромное спасибо. Я желаю всем, мы будем стараться дарить захватывающие поединки, всем болельщикам спорта, всем болельщикам бокса. И я надеюсь, что 20-го, 29-го июня многие нас поддержат и будут держать вулаки за победу Володи. И 29-го, 20-го июля я постараюсь показать красивый поединок против Ларри Дональда. мы будем стараться. Выход Тайсона. Интересно, думает ли он о том, что вот эти шаги приближают его к поворотному пункту в его судьбе? Ну, как вы поняли, этот мега-файт двух супер-боксеров, мы имеем возможность смотреть благодаря нашему генеральному спонсору компании Немираб. Даже здесь, как я понимаю, служба безопасности, это security вмешивается. Встать на пути у Майка Тайсона это, конечно, опасное занятие. Но я думаю, он вытерпит. хотя бы для того, чтобы добраться на... если он все-таки не промахнется. Встречный удар. То, на что нарвался Тайсон в бою с Калифилдом. И Льюис наверняка хорошо усвоил урок того боя. Он знает, как боксировать с Тайсоном. Никто не слышит Бонга даже. Петрынка трансляции партнери в Чернигирске та братив Клычко. Чернигирске нам, Чоловикам. Претрынка... Чернигра с тяжелым партнери... М silence... Мясом. Встречный удар. К Учение... Б animations... Мясом. Успокоить пытаются Тайсона в углу. Тайсон здорово умел уклоняться при сближении раньше. Сейчас это искусство напрочь им забыто. Клинч ему не выгоден для Наксу Льюису. Да, Льюис будет вязать. Будет вязать и правильно будет делать. Один раз свяжет, другой раз ударит. Льюис знает свою задачу, ему главное не подставиться. Тайсон начинает пропускать и этот джеб и пропускает правый апперкот. Слишком издалека начинает атаку Тайсона. Ее прочитывает Льюис. Подойти ближе Льюис не дает. Эдди делает замечание эдикатному реферию. Льюису задержание. Тайсон даже не пытается как-то варьировать свою скорость. Все делает одинаково, с одинаковой скоростью. Ведь он раньше очень много мог в этом плане. Он мог подобраться. Он сближался решительно, но хитро. Он никогда не подставлялся, не шел по прямой. Чему учили его теперешние тренеры, непонятно. Может быть вся беда в том, что его ничего мы уже нельзя научить. Льюис блестящий. Мы с вами говорили о том, что Льюис боксер. Боксер, это означает, что это боксер, боец, который умеет делать в ринге все. Рационально, четко, вовремя и то, что надо. Вот что противостоит Тайсону. Тайсон не достает своим левым прямым, который он достаточно редко выбрасывает. И они требуют, чтобы уж он не бил в голову, а бил в грудь. По крайней мере, так можно зацепиться. Повтор. Тайсон нарывается на апперкот. Встречный удар. Это, в этом бою будет главное оружие Льюиса. Льюис намного тяжелее Тайсона. Так что даже когда он отталкивает его, то заметно превосходство в весе. Самое опасное для Тайсона, когда Льюис почувствует себя хозяином на ринге. А он уже близок к пятому. И действовать он будет максимально просто. Простота это дальние дистанции, жесткие опережающие удары. Или стоппинги, останавливающие Тайсона. И в тот момент, когда не удастся остановить. Клинч. Льюис видит все, что делает Тайсон. Все, что он задумал. И его задача просто найти момент. Найти момент для встречного удара. А Тайсон же, когда сближается, он уже теряет пространство. Льюис ему дает либо слишком большое пространство для атаки. Слишком далеко заставляет его стоять. Либо слишком близко, где нельзя разогнать удар. Видно, напряжение так велико. Особенно для Тайсона сейчас. Потому что Льюис освоился. Что он устал. Похоже, что он устал. Третий раунд кончается. Тайсон уже снизил обороты. Снизил скорость. Тайсон проводит левый крыл. Не плотно и не чисто. Иначе бы бой закончился. Все это знают. Это даже не встряхнуло Льюиса. Тайсон. 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 Кто раньше попадет, кто раньше устанет. Некрасиво повел себя Льюис. задел таки тайсона уже после гонга генеральный спонсор боя мега звезд мирового бокса компания не мира не мира это превосходное качество во всем согласен я с подсказками правильно охотиться за головой тайсон постоянно это не было результативная атака на повторе мы это видим хорошо тайсон который когда всегда действовал комбинациями сейчас обходится одним ударом тайсон который начинал атаку с туловища с любым боксером чем выше он был тем лучше для тайсона было сейчас только за головой охотиться почему все это я говорю да потому что как жалко что тайсон и тратил почти все что сделала его тем самым тайсона луис почувствовал почувствовал усталость тайсона почувствовал его растерянность а а а а а а классический кросс правой через руку льюис четвертый раунд тайсон утерял уже скорость полностью все еще может быть может открыться и второе дыхание кто знает вот то что делал сейчас и Субтитры сделал DimaTorzok